Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами общественного Саянского телевидения. В студии для вас работают ведущая Элина Ульянова и оператор Денис Сутурин. Сегодня в выпуске. Саянск готовится к новому учебному году. Во дворах многоквартирных домов цветут экзотические растения и живут сказочные герои. Благотворительный фонд Саянска выиграл очередной грант. В июле в Иркутской области проходят мероприятия памяти Евгения Евтушенко. Наши паралимпийцы с успехом выступили на чемпионате России. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с журналистами, где подробно рассказал о работах, выполненных в зоне паводка. Глава региона отметил тот факт, что на пострадавших территориях сильно выросли цены на недвижимость и аренду. И те люди, которые могли бы при финансовой поддержке правительства области приобрести жилье, теперь не могут это сделать. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с журналистами федеральных и региональных средств массовой информации, где подробно рассказал о работах, выполненных в зоне паводка. На сегодня стоит задача увеличить количество мест в пунктах длительного размещения. Люди будут размещаться в санаториях и общежитиях Саянска, Тулуна, Нижнеудинска, Братска. 37 683 человека получили первичную единовременную помощь – 10 000 рублей. Это 99% всех пострадавших. По 50 000 рублей получили 3942 человека. По 100 000 рублей – 10 943 человека. Это те, кто по документам официально проживал на затопленных территориях. 2226 заявлений на вчерашний вечер и почти 1800 было рассмотрено. Суды работают в достаточно оперативном режиме. Увеличено количество судебных составов приехали из Курска и они очень оперативно работают. Сергей Левченко отметил тот факт, что на пострадавших территориях сильно выросли цены на недвижимость и аренду. И те люди, которые могли при финансовой поддержке правительства области приобрести жилье, теперь не могут это сделать. Мы начали работу с этими людьми при помощи налоговой службы, прокуратуры, других организаций. Я думаю, что мы взовем к совести людей, которые хотят на беде людей нажиться. Для детей из семей, пострадавших от наводнения, продолжается организация летнего отдыха. Сначала их родители из-за стресса отказывались отправлять своих детей в лагеря области. Но сегодня число этих детей растет. 3793 ребенка обеспечены путевками. Часть уже отправилась в санатории и лагеря. Для этого мы сделали все договоренности с транспортными организациями. Это и с авиационными компаниями, и с РЖД, по которым мы достигли соглашения о том, что 2174 человека туда и обратно будут перевезены на места за пределы Иркутской области. Продолжается работа по информированности населения. Работает 28 консультационных пунктов. Роздано 30 тысяч памяток для того, чтобы люди знали свои права, какие им положены выплаты, как и где можно получить или приобрести жилье. На сегодняшний день обследуются жилые помещения на затопленных территориях. 3 тысячи 448 домов признаны негодными к восстановлению. 500 унесло водой. 5 тысяч 620 домов будут капитально отремонтированы. Во всех образовательных учреждениях города ведется подготовка к новому учебному году. В школе номер 3, кроме частичного косметического ремонта, идет замена всех оконных блоков. Персонал образовательных учреждений в настоящее время ведет активную подготовку к новому учебному году. Во всех школах Саянска идут ремонтные работы. И третья школа не стала исключением. В рамках государственной программы развития Иркутской области на 19-24 годы и программы городской развития образования города Саянска реализуется в нашей школе муниципальный контракт по замене оконных блоков. Договор на выборочный капитальный ремонт заключен с местной компанией «Фронтаж» в лице директора Ивана Ерофеева. Стоимость контракта более 7 миллионов рублей. Из них 6,5 из областного бюджета, а остальные из местного. С 3 июля начались работы по демонтажу старых оконных рам. Окончание установки новых запланировано на 15 августа. Кроме того, в школе проводится побелка потолка, окраска стен и установка новых осветительных приборов в фойе, а также замена линолеума в нескольких классных комнатах и в коридоре старшего блока на втором этаже. На это город выделил 150 тысяч рублей. Еще в рамках программы по благоустройству городской среды проводится оборудование площадок для волейбола и стритбола. Волейбольная площадка уложена уже, то есть она заасфальтирована, и сейчас решается вопрос о ее резиновом покрытии. Разметка будет, сетка будет установлена, и стритбольная площадка уже размечена, будет установлено еще баскетбольное кольцо. Также сейчас в третьей школе ведутся работы, направленные на пополнение кадров. В состав коллектива учреждения вольются новые учителя, преподаватели английского языка и физической культуры. Летом значительно выросла опасность заражения кишечными инфекциями. О мерах профилактики этого заболевания следует помнить, особенно в теплый период года, отмечают специалисты. Традиционно лето считается благоприятным сезоном для распространения острых кишечных инфекций, что связано с биологическими особенностями возбудителя и с появлением сезонных факторов, способствующих заражению в теплое время. Купание в открытых водоемах, повышенная жажда, появление в рационе питания разнообразных ягод и овощей, увеличение количества мух, выезд на отдых за пределы постоянного места жительства, создание благоприятных условий для размножения микроорганизмов в продуктах питания. За 6 месяцев текущего года переболели острыми кишечными инфекциями 148 человек, из них 112 детей. И эти цифры не выше по сравнению с прошлым годом, и процент роста составил 14. Но надо отметить, что за полгода не регистрировались в городе Саянске такие инфекции, как сальмонеллез, дизентерия, не регистрировался вирусный гепатит А, что является также положительным моментом. В текущем сезоне острые кишечные инфекции в лагерях дневного пребывания и загородных стационарных лагерях не регистрировались. Проводились внеплановые надзорные мероприятия, и эти объекты работали и работают под контролем, ну, прежде всего, это управление образованием, социальных служб. И мы здесь принимаем непосредственно участие при проведении надзорных мероприятий за условиями пребывания детского населения в этих летних озародительных лагерях. Источником инфекции является больной человек или носитель, напоминая специалист. В организм здорового человека возбудители кишечной инфекции попадают через рот вместе с пищей, водой, предметами обихода или грязными руками. Соблюдение правил личной гигиены, гигиены питания и соблюдение технологий приготовления и хранения пищи позволит сохранить здоровье всей семьи. Почти каждый двор нашего города украшает великолепные композиции цветов, фигурок животных и сказочных персонажей, которые выполнены руками жильцов. С каждым годом в Саянске все больше горожан с удовольствием принимают участие в конкурсе «Цветущий город». Желание создать в своем дворе сад, который будет радовать пышным цветением всех жителей, и восхищает, и удивляет. Ведь дело это достаточно хлопотное. Мало посадить, надо еще и ухаживать. Но трудности наших садоводов не пугают. Я сюда приехала, когда квартиру купила, и была по пояс, конечно, крапива. Меня это напрягло сильно, и я решила вот заняться. В этом году я юбилей отмечаю. Ровно пять лет, как я занимаюсь своим садиком. Людмила Ивановна ежегодно принимает участие в конкурсе на лучшее цветочное оформление при домовой территории, и не раз ее участок оказывался в числе самых красивых. Кроме композиций из ярких цветов, здесь растут кусты калины и рябины, а также установлены фигуры животных, которые сделаны руками хозяйки сада. Я за зиму гномика сделала. Формы беру различные, например, или большая бутылка там, или, ну то есть какие-то формы все равно в основе. Потом это гипс, гипсовый бинт, цемент. А в результате получается красота, на которую приходят полюбоваться саянцы с детьми, фотографируются и неизменно с хорошим настроением отправляются по своим делам. На торце дома номер 14 микрорайона Олимпийский появится портрет героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Перова. В этом году благотворительный фонд Саянска выиграл грант «Память сильнее времени», в рамках которого в городе будет организовано множество мероприятий, в том числе установка портрета этого героя Великой Отечественной войны. Опрашиваем всех жителей вашего дома по поводу разрешения, чтобы разместить портрет героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Перова на торце вашего дома, который выходит сюда на улицу. Вы не возражаете? Нет. Нет. Замечательно. С таким вопросом обратились к жильцам 14-го дома микрорайона Олимпийский председатель Совета ветеранов Татьяна Огнева и директор Саянского благотворительного фонда местного сообщества Полина Сурина. В этом году благотворительный фонд выиграл грант «Память сильнее времени», в котором предусматривается установка 13 информационных стендов о городах-героях, две театрализованные постановки на военную тематику, выпуск книг о саянцах, участниках Великой Отечественной войны и проведение патриотических мероприятий со школьниками. Планируется, что в рамках реализации проекта на торце 14-го дома появится портрет нашего земляка, героя Советского Союза Дмитрия Перова. В рамках реализации проекта «Память сильнее времени» у нас возникли некоторые изменения. По согласованию с грантодателем мы теперь сможем нарисовать портрет Дмитрия Михайловича Перова, героя Советского Союза, как всем известно в нашем городе, который проживал в городе Саянске. Большой красочный портрет, сделанный с фотографией Дмитрия Перова, саянцы смогут увидеть уже осенью этого года. Реализовывать проект будет иркутская фирма, занимающаяся художественной росписью интерьеров и фасадов. В ходе опроса жильцов дома было собрано более 40 положительных ответов от тех, кто в это время находился дома. Специалисты благотворительного фонда и волонтеры еще раз повторно навестят те квартиры, жильцы которых отсутствовали. Когда мы прошли по квартирам этого дома от 14, было очень приятно осознавать, что многие с пониманием отнеслись к этой замечательной идее, к тому, что действительно в нашем городе появится единственный дом, который будет украшением не просто города, но это будет прекрасным подарком к юбилею Великой Победы. К удивлению волонтеров были и отрицательные ответы. Вот такой портрет герой Советского Союза, который проживал в нашем городе Дмитрий Михайлович Перов. И вот на торце вашего дома нарисовать его. Если вы согласны, мы просим от вас только одну, вашу подпись. Не против, если хотите, что хотите, подписку буду ставить. Выбор данного портрета не случайен. Дмитрий Перов – это единственный герой Советского Союза, проживавший в Саянске. Будучи во время Великой Отечественной войны шофером боевой машины «Катюша», Дмитрий Михайлович в одной из запасных боевых ситуаций предотвратил возгорание боевой установки и склада боеприпасов. За проявленное мужество и героизм младшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза. В Саянске состоялась презентация пятой книги биографической серии по ступеням лет «Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко». Авторы книги – профессор из Хакасии Валерий Прищепа и иркутский филолог, журналист Виталий Комин. В июле в Иркутской области традиционно проходят мероприятия, посвященные памяти легендарного земляка, поэта Евгения Евтушенко. В Центральной библиотеке Саянска прошла презентация пятой книги биографической серии по ступеням лет «Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко». Представлял это издание иркутский филолог, журналист Виталий Комин. Виталия Комина и Валерия Прищепу называют писателями-евтушенковедами. Более 20 лет эти авторы работают над биографией поэта. В 2003 году вышла их первая книга «Он пришел в 21 век». О визитах поэта на малую родину была написана вторая книга авторов «Зима в столице Евтушенко». Популярность у читателей вдохновила авторов на создание серии по ступеням лет. Они работают в трех направлениях – литературное творчество, общественная деятельность и личная жизнь поэта. Мы отслеживаем жизнь Евгения Александровича Евтушенко по годам, по месяцам, по дням. А иногда, если нам точно известно, что какое-то событие в его жизни было именно в эти часы, например, получение государственной премии в Кремле, мы точно указываем время. Пятая книга включает в себя четыре года жизни поэта – 1976, 1977, 1978, 1979. Это был период его жизни, наполненный яркими событиями. В это время поэт создает цикл стихов, посвященных Джоан Батлер. В эти же годы он пишет две поэмы – «Голубь», «Сантьяго» и «Ивановские ситцы». Эти произведения очень значимы в судьбе Евгения Александровича. Они в биографии, в творческой судьбе Евтушенко играют очень большую роль. Почему? Потому что, например, когда он рассказал о юноше, который хотел покончить жизнь самоубийством, но его спасла любовь, значит, он влюбился, и эту любовь спасла его. Так вот, ему писали потом письма Евтушенко-люди и говорили, что эта поэма спасла не только одну жизнь этого героя, этой поэмы «Голубь», «Сантьяго», но и многих других молодых людей, которые, потерпев неудачу где-то там в личной жизни, пытались покончить или думали, во всяком случае. Но эта поэма заставила их подумать, что главное все-таки – это жизнь человеческая. В пятой книге о поэте много писем, публикуются которые впервые, много редких фотографий. В пятой книге, с которой мы приехали к вам, очень много фотографий из семейного альбома Евтушенко. Кто был у Евтушенко на свадьбе? Мы не были, с Валерием Павловичем своим автором. А снимки даем в книге. Ну и у нас спрашивают, как это вы даже семейные свадебные фотографии в книгу добыли? Мы говорим, очень просто. Мы дружили с мамой Евгения Александровича, Зинаида Малавна. В книге есть ее фотография. Мы дружили с сестрой Евтушенко, родной ему по матери, хотя отцы у них разные, Елена Васильевна Евтушенко, она же актриса по профессии, живет и здравствует в Москве. Авторы хроники жизни и творчества поэта Евгения Евтушенко сегодня говорят не только о большом поэтическом таланте мастера, но и о его таланте человеческом, об уникальной трудоспособности поэта, создавшего пять томов антологии русской поэзии за десять веков. Впереди у авторов книги еще много работы. В их архивах множество уникальных исторических документов, ведь Евгений Александрович Евтушенко, человек, который олицетворяет сегодня одну из страниц истории России, эпоху оттепели, это великий русский поэт, гражданин, общественный деятель. Квест, посвященный Дню семьи, любви и верности, прошел на базе комплексного центра социального обслуживания населения. Цель проведения праздника не только развлекательная. Возможно, юные воспитанники этого учреждения, оставшиеся без попечения родителей, обретут новую семью. Веселый, задорный, а главное все вместе, и нет места одиночеству и грусти. На базе комплексного центра социального обслуживания населения города Савянска состоялся праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. «Планета ромашек» под таким названием была организована квест-игра, в которой приняли участие родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, замещающие семьи и дети, находящие которые в круглосуточном отделении всего семь команд. Эта игра призвана сплотить семьи, найти какие-то общие интересы, научить их взаимодействовать друг с другом и найти способы релаксации, способы снятия эмоционального напряжения. Ну и наша тайная такая небольшая цель, а может быть кто-то из семей, принявших сегодня участие в этом мероприятии, присмотрит ребятишек из круглосуточных отделений и, возможно, либо возьмет его в свою семью, либо станет для них наставником или другом и позволит ребеночку обрести свою счастливую, надеемся, семью. Спортивные состязания, творческие конкурсы, головоломки, проведение подобных мероприятий является традиционным. Совместные игры, совместные мероприятия – это всегда объединяет. Они узнают лучше друг друга со стороны, дети знакомятся, как мама умеет и петь, и танцевать, потому что дома, возможно, вы этого не увидите, не посмотрите. Они учатся готовить, они учатся отгадывать вместе загадки. Мне понравилось, что мы бегаем со всеми, рисуем, песни поем и отгадываем всякие отгадки. И, конечно, веселимся. И сегодня радостный день. Снижение уровня социального сиротства и числа детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для полноценного развития ребенка в соответствии с его личностными особенностями и состоянием здоровья, семейной формой устройства детей. Сегодня работа специалистами комплексного центра ведется по многим направлениям. Так, на протяжении двух лет в учреждении реализуется программа «Мама-тьютер» или «Наставник». Нуждающихся в семье у нас на сегодняшний день 19 человек. Это ребятишки разного возраста, от полутора до 14 лет. Ребятишки хорошие, творческие, активные. Они у нас ходят в детские сады, посещают школы, ездят в оздоровительные учреждения. Задорные, веселые. Последний раз мамочка из Зиминского района детей забирала. Она социальный контракт будет оформлять. Будет приобретать коз, живность. И социальная сфера даст ей деньги на поддержание вот этого маленького семейного бизнеса. И она сможет содержать дальше свою семью и получать небольшой доход. Символ праздника Дня семьи, любви и верности – ромашка. Такие светлые и красивые праздники дают возможность подарить свою любовь и увидеть, как радостью и счастьем загораются глаза других людей. 28 июля в России отмечают День Крещения Руси. Этот духовный праздник был учрежден 31 мая 2010 года федеральным законом. События совпадают с православной датой днем в памяти равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Православие – основа духовности и культуры народа. Понимая важное значение духовной жизни граждан и высоко оценивая вклад религии в развитие духовности и культуры, на территории России был установлен День Крещения Руси. Этот духовный праздник отмечается ежегодно 28 июля. В Российской Федерации он был учрежден 31 мая 2010 года федеральным законом. Событие совпадает с православной датой – днем памяти равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Восточные славяне в X-XI веках нуждались в объединении, что не могло осуществить язычество. Языческая Русь была хаотичной смесью разных верований и культов. Интересы страны звали Русь к религии более развитой и более вселенской. В 988 году по приказу князя Владимира на холме в Киеве были опрокинуты языческие идолы во главе с Перуном, а на следующее утро Владимир приказал всем киевлянам явиться к реке и принять крещение. Христианство сразу же выступило на Руси в виде высокоорганизованной религии с высокой культурой. Принятие христианства способствовало широкому распространению на Руси грамотности. При церквях и монастырях появились школы и библиотеки, первые из которых были открыты по инициативе самого князя Владимира. Здесь же трудились первые русские летописцы, переписчики, переводчики известных церковных и светских сочинений, художники и иконописцы. Содействовало церковь и развитию экономики страны и становлению нравственных основ российского общества. Христианские мотивы лежат в основе многих шедевров русской литературы, живописи, музыки. Вместе с тем, судьба России и история христианства в нашей стране имеет немало трагических страниц. Это 70 лет уничтожения храмов и духовенства как класса. Сегодня возрождаются храмы, открываются приходские школы. И 28 июля 2019 года, в день крещения Руси, на территории страны пройдут православные праздники, молебны, культурные мероприятия, в которых с каждым годом принимает участие все больше россиян. Это говорит о том, что люди, уставшие от бездуховности, от разрушения моральных и нравственных устоев, сегодня как никогда нуждаются в возрождении идей добра и мира. К Международному дню тигра, который отмечает 29 июля, в городах страны проводят просветительские мероприятия в поддержку этого красивого животного, которое сегодня уже занесено в Красную книгу. Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигринный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного, в котором приняли участие представители 13 государств, где тигры еще обитают. К этому дню в разных странах приурочено множество мероприятий, тематические выставки, экскурсии в зоопарках, просветительские акции. 24 июля специалисты Саянской детской библиотеки для воспитанников реабилитационного центра провели игровую программу «Тигренок, тигруля, тигр». Для детей мы рассказываем для того, чтобы они знали, что существуют и животные, которые занесены в Красную книгу, которые нужно охранять и которые живут даже на нашей территории России. Такие познавательные встречи для воспитанников центра специалисты библиотеки проводят регулярно, и дети с удовольствием включаются в диалог и отвечают на вопросы. Лапы, когти велики, страшен даже взрослым он. Кто же это такой? Тигр! Тигр, конечно! Что же любят тигры, как вы думаете? Мясо! Да, конечно! Детям рассказали о том, что тигры занесены в Красную книгу, и что в дикой природе сохранилось не более 5000 особей, и это число продолжает постоянно сокращаться. Россия – одна из немногих стран, где численность этих полосатых хищников не только не падает, но и увеличивается. В нашей стране обитает порядка 500 особей самого крупного в мире тигра Амурского. Время готовится к празднику. 10 августа Саенса отметит День города. В этот день будут организованы всевозможные конкурсы, один из которых – выставка цветов и цветочных композиций «Радуга цветов». Горожан приглашают принять участие в конкурсе. День города, празднуется который 10 августа, является любимым праздником саянцев. В этот день проходит насыщенная творческая программа, всевозможные конкурсы, самым ярким из которых является, конечно, карнавальное шествие. Порадует и выставка «Конкурс цветов и цветочных композиций», в котором приглашаются принять участие как организации и общественное объединение, так и творчески одаренные горожане, которых в городе очень много. Им предстоит сразиться в мастерстве флористики. На конкурс могут быть представлены цветочные композиции из живых цветов и сухоцветов. Формами показа выставочных материалов могут быть как цветы в горшках, так и букеты из срезанных цветов и трав. Главное, чтобы представленные экземпляры были красивыми, гармоничными, выполненными с любовью. Конкурс будет проводиться 10 августа с 13 до 16 часов на специально отведенной площадке городской площади. Всем, кто решит принять участие в конкурсе, следует до 8 августа. Подать заявку в Центральную городскую библиотеку по адресу Микроин Центральный Дом 2 или на электронный адрес, указанный на экране. Телефон для справок 535-00-567-52. Конкурс будет проводиться по нескольким номинациям. Лучшая цветочная композиция, лучший букет, лучшие комнатные растения. Предусмотрен и специальный приз – приз зрительской симпатии. Воспитанники тренеров Анны Юшиной и Дмитрия Щербака вернулись в чемпионаты России по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и привезли призовые кубки. О том, как нелегко дались ребятам эти соревнования, они рассказали нашей съемочной группе. Силы воли и стремление к победе вновь отличили соединских паралимпийцев, показавших высокие результаты на чемпионате России, проходив который с 11 по 18 июля в городе Чебоксары. Это наш главный старт был в сезоне, мы к нему готовились очень ответственно. В этот раз возили двух новеньких спортсменов, которые впервые ездили. Но основная задача была получить классификацию, класс инвалидности, если проще говоря. Получили нужные классы, выступили, тоже неплохо. Тамара Васильева заняла четвертое место, Виктория Круглова стала пятой в метане Копья, выполнив первый спортивный разряд. Для первых соревнований, для своих, это очень хорошо. Также у нас ездили, скажем так, ветераны, назовем их так, это Дарья Иванова, Потапова Екатерина, Вольтеров Николай. Получается, Вольтеров Николай, он метнул булаву с рекордом, с личным, на 26 метров, завоевал серебряную металь. Екатерина Потапова завоевала две серебряных медали, тоже установила личный рекорд в булаве. И Дарья Иванова в этом году она дебютировала в гонках на колясках, уже полноценно проехала, показала очень хороший результат, но, к сожалению, чуть-чуть не хватило выиграть. В следующем году при тщательной подготовке победа обеспечена уверенно саянские спортсмены. Я съездила, посмотрела уровень России, как бы я отступать не собираюсь. Это было первоначально. Интересно участвовать в любых соревнованиях. Было очень тяжело. Было, скажем так, интересно, с одной стороны, проехать, посмотреть, как у меня получится или нет, и с другой стороны, это было очень тяжело. И заняло второе место. На следующий год уже волнение, так постараюсь убрать и вперед. А уже в 2020 году в Токио пройдут паралимпийские игры, в которые саянские спортсмены планируют принять участие и рассчитывают на высокие результаты. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok